здравствуйте друзья вы на канале садовая терапия и с вами я ирина сегодня 1 апреля 2021 года мы вышли в сад у нас хорошая солнечная погода вышли с внучкой она поможет мне покрасить 4 шпалеры я купила белую краску но чуть дальше вам все покажу сегодня у нас такие садовые хлопоты садовые работы весной нужно все подготовить чуть позже когда розы уже пустят почечки они начнут развиваться начнут раскрываться листочки мы уже не можем красить шпалеры поэтому лучше конечно все сделать заранее мы вышли сегодня покрасить 4 именно белые шпалеры меня в саду много шпалер шпалеры я брала у леночки из ярославля у нее сад под ярославлем в городе любиме я очень люблю ходить бродить по ее разным видео рассматривать ее шикарнейшие розы мне очень много остинок очень много красивейших штампов в девятнадцатом году дважды я у лены заказывала шпалерки и зеленые заказывала в разных вариантах и вот четыре белые заказала ну и конечно белые шпалерки зеленые так они еще хорошенькие можно их пока еще оставить на этот сезон не красить а вот беленькие конечно нужно подкрасить я сбегала в магазин купила еще докупила карбамид мочевину докупила суперфосфата сульфата калия азофоски все уже это у меня по заканчивалось я в принципе уже вносила только не внесла в розы которые у меня растут в кашпо поэтому вот карбамид мочевину завтра я буду вносить в кашпо у меня около 40 кашпо разных которых и розы и в одном кашпо гортензии и клематисы есть в кашпо в общем завтра буду вносить под эти розочки в горшичном садике мочевину я специально взяла немножечко пополнила свои запасы потому что вот сульфат калия и суперфосфат хорошо выносите при посадке розы вот ко мне придут скоро розочки когда я буду их высаживать я добавлю и суперфосфата или сульфата калия купила краску белую краску ну вот какая была лена мне рекомендовала какую-то другую откроем говоря я забыла что за краска надо будет еще уточнить у неё но вот какая была в ближайшем магазине я взяла вот такую красочку белую и этой краской мы сегодня с внучкой покрасили эти четыре шпалеры в общем работы как всегда в саду очень много весной нужно все подготовить я докупила еще 5 литровую лейку у меня есть уже несколько 5 литровых но почему я наливаю воду в эти лейки и у меня вода отстаивается и вот розы которые в кашпо я вот этой отстоявшийся водой проливаю вот посмотрите как пошли уже почечки буквально на днях я янтарином розочки проливала но не все некоторые вот которые вот такие маленькие совсем и почечки прям быстро пошли в рост и так прям набухли так что надеюсь все с ними будет хорошо с этими розочками вот они шпалерки вот сейчас так не совсем приглядно они выглядят но ничего мы сегодня все это поправили все это безобразие нам помогал тимошка он носился со своими косточками туда-сюда и требовал чтобы мы ему кидали эти косточки вот такой у нас сегодня веселый был денек пошли в рост вот в горшках мои пиончики рядом климатисы климатисы уже практически все пробудились пошли в рост тоже там дальше я вот вам покажу у меня княжики у них еще больше почечки набухли здесь тоже шпалерка она рядом с розой лагуна и рядом еще с розой лагуна роза байланда тоже очень хорошо она пошла в рост это розочка байланда хоть и маленькая как говорят да удаленькая сегодня хоть и солнечный день но что-то вот прям очень ветреный был но тем не менее все равно мы вышли естественно нужно работу работать и дела делать пошли еще больше в рост мои тюльпанчики которые я высадила в большие горшки и вернее даже это ведра мы там дренажное отверстие сделали вот высадили скоро увидим красоту и смородина два куста смородины тоже вот видите как уже почечки и листочки уже практически раскрываются здесь у меня роза перенял блю она вся 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 на почках и между прочим я эту розу даже не окучивала на зиму там чуть слегка была небольшая кучка сантиметров может быть пять в общем она практически вся полностью перезимовала то есть вот морозы 25 27 а розе хоть бы что посмотрите вот все ее побеги абсолютно все зелененькие и все абсолютно с почечками уже набухшими рядом вот с этой розы у меня два княжика растет ну и вот они тоже эти княжики хорошо пошли в рост с этой розы нужно что-то делать конечно нужно как-то и вот гармонизовать что ли привести в порядок она такая растрепа ну вот имеет такие особенности это роза и рядом две розочки еще биатрис это срезочные розы давида остина желтенькие такие красивый сорт очень вот они тоже хорошо уже пустили почечки скоро увидим красоту уже я приоткрыла конечно все эти черные горшки я почему рядом оставила думаю а вдруг опять вдруг случится небольшой мороз ночной так я выбегу быстренько накрою всякое сейчас может быть погода такая непредсказуемая но вот так вот мы дружной компании я моя внучка ника вероника и наш тимоха сейчас приступим к делу уже можно говорить короче всем привет с вами ника вот да вот мы покрасили вот эту штучку и сейчас нужно будет покрасить этот нападками штучку шпалера шпалера для меня это штучка потому что я в этом не разбираюсь я пожалуй начну красить бабочки потому что мне нравятся бабочки и вообще вот так вот да то есть нужно вот это вот все раскрасить красивым таким снежно-белым вот так вот какая красота краска вообще замечательно пахнет можно еще немножко бабушка свои пять копеек как говорится ставит самый лучший оператор на свете ну вот чтобы красиво чтобы все все красочка проникла вглубь понимаешь чтобы не халям болям а я и не халям болям делаю так уже можно тут делать сверху потому что бабочка есть бабочка все остальное тоже раскрасить надо здесь у нас розочки несчастная индигалетта который все никак ну не знаю второй год почечки вроде бы там есть почечки так что может пойдет вот тут вот тизинг джорджия вторая уже одна у меня большая высокая красивая а вторая пока вот это короче говоря вот так как она еще раз называется тизинг джорджия английская роза а вот здесь у меня за то обе а красавицы вот она пойдет пойдет-пойдет по этой шпалер очки но она еще маленькая вон там у меня за то убег уже повыше такая хорошая метр двадцать это у нее высота вот сейчас покажу у меня почечки такие хорошие уже пошли прям хорошенькая это вот за толпе роза толпе ну она так прям оригинальной саженец хорошо пошла в рост помничка та не оригинально саду очень приятно сад пробуждается все пробуждается вот кстати я вот проговорила про розу лагуна вот видите уже шпалер очки покрасили мы но я решила пройтись показать вам что вот уже все в порядке роза рядом с лагуны роза байланда вот видите как я замульчировала и между прочим вот этого хватило мне на зиму для того чтобы розочки не вымерзли ну то есть понятно что я прививку всегда заглубляю сантиметров на пять это как минимум но и вот вот это мульчирование вот такой щепы тоже помогло спасло больше ничем не укрывала вот они беленькие беленькие красивые шпалер очки вот спасибо лене большое я всегда смотрю на них и леночку вспоминаю с благодарностью очень красивые яркие нарядные вот мы их подкрасили вот эта шпалерка у меня рядом с розой нью-доун вот так вот все это выглядит пока горшки там еще стоят рядом с реанимашками я их пролила янтарином но скоро эти горшки тоже буду снимать уже в принципе можно убирать потихоньку потихонечку розы пробуждаются там одна-две почечки немножечко все это просыпается и слава богу очень приятно пройтись по саду такой хороший солнечный весенний денек 1 апреля мы наработались а теперь отдыхаем и я друзья с вами прощаюсь а завтра когда я буду работать в горшечном садике буду вносить и мочевину под розы под клематисы под гортензии я сниму небольшое видео ну такое видео обзор чтобы показать вам заодно и посмотрим как сейчас себя чувствуют мои розы высаженные в большие кашпо ну а на этом все друзья прощаюсь с вами до следующего видео